С 2016 года в Восточной Европе действует сеть обмена контентом на русском языке. Если западные СМИ что-то хочут написать о России, Украине или Беларуси, а они пишут много, потому что их задача освещать СВО, то цитировать можно только СМИ из утвержденного списка, которые либо работают в Европе, либо получают от них деньги. Для этого была создана специальная программа «Обмен», которая размещена в Чехии. Это чешский фонд, но организационно он создавался на базе украинского громадского телевидения. Громадское – это телеканал, который зарегистрировали за полгода до Майдана, и главной задачей которого было освещать уличные беспорядки 24 часа в сутки. С самого начала это был не коммерческий проект, как другие каналы на Украине, а структура, которая полностью работала за гранты. По сути, эти люди Майданы делали, как, например, Мустафана Ем, потому что одно дело привезти снайперов и расстрелять милицию, а другое – красиво показать картинку, кровь, трупы, носить гробы, петь песни, чтобы шокировать людей и буквально сводить с ума. Постоянной истерикой. И хотя Майдан они отработали хорошо, но после возвращения Крыма, где население встречало русских с цветами, хозяева сделали вывод, что информационная работа в странах СНГ велась недостаточно. Появляется вводное, что крымские события – это аннексия, называть можно только так, что Россия – это агрессор, и что завтра русские захватят Северный Казахстан или Беларусь, а союзников Средней Азии на Кавказе бросят. И с помощью русскоязычных специалистов из Грузии, Литвы, Армении, Польши, Чехии было принято решение создать сеть обмена контентом, которая подхватывает информацию о конкретных странах только в этом ключе. Грубо говоря, если вы пишете о Беларуси, то только в контексте, что страна либо оккупирована русскими, либо что мы напрямую участвуем в СВО. Другие новости их не интересуют. Схема была отработана еще до войны. Темы, связанные с Крымом и Донбассом, освещались на месте громадским ТВ. Сюжеты по буквам утверждало американское посольство на Украине. А дальше тема попадала в русскоязычную сеть обмена контентом. И ее цитировали как новость, например, белорусские, российские оппозиционные сайты. Ну, не будем их называть. Это делалось, чтобы событие важное для США имело единую трактовку для прозападной оппозиции что в Беларуси, что в Армении, Грузии, Молдове. А поскольку об одном и том же пишут разные СМИ в разных странах, кажется, что, наверное, ну, так и есть. Одновременно они решали задачу с кадрами, когда журналисты других изданий получали практику по русскоязычным темам и нарабатывали горизонтальные связи между собой. Это основной принцип их разведки. Не водить за руку, а свести всех вместе и создать условия, чтобы разные СМИ друг другим были заинтересованы. Денег за это не платят, просто СМИ получают партнеров для распространения своего контента в Европе. Условно, на 100 переводных новостей в Украине будет 5 новостей о Беларуси, которые возьмутся с ссылкой на вас и поднимут вам просмотры. В итоге раз в месяц в той же Чехии пишут, что у нас диктатура или берут какую-то новость про наших беглых. И это все, что можно прочитать по запросу в Беларусь в местных СМИ на чешском. Так работает современная цензура. И поэтому президент дает столько интервью западным СМИ, хотя с ними не о чем беседовать, они спрашивают одно и то же, как попугаи. Но только так можно преодолеть фильтр грантовых СМИ в Восточной Европе и донести нашу точку зрения сразу до американской и британской аудитории. Конечно, тема Беларуси мне особо интересна, но информацию из американских и британских СМИ по вертикали перепечатывают более мелкие СМИ в Европе, типа польских и литовских. Понятно, что они все вырежут и перекрутят. Но важно послать сигнал, что у нас все под контролем, сдаваться мы не собираемся, президент бодр и хорошо говорит. Иногда этого достаточно, чтобы сломать картинку, которая есть о нас на Западе. Но как объяснить более сложные вещи? Первое, что приходит на ум, открыть карпункт, например, во Франции, и начать на французском хвалить свою страну. Но ничего не выйдет. Такие новости мало кому интересны, и сразу понятно, что они заказные. А люди любят смотреть про себя и узнавать что-то новое. Вот как работала российская РТ во Франции? Они давали объективную картину того, о чем на Западе не говорят. Например, во французских колониях в Центральной Африке. Смотрите, вот ИГИЛ, вот французские войска, которые ничего не делают, а вот население, которое французов за это ненавидит. И когда в том же Нигере происходит военный переворот, западная сеть рассказывает, что это плохие люди нарушили демократию. А человек, который до этого смотрел сюжеты про французскую Африку, понимает, что причина не в том, что люди плохие, а в том, что власти за добычу урана сидели на французских штыках. И такой человек осуждать военных Нигера не будет. Ну вот так работает тонкая пропаганда. Но когда западники увидели, что РТ набирает популярность, канал лишили лицензии на вещание в ЕС. А поскольку с РТ сотрудничали европейские корреспонденты, им просто не дали законно работать. Ну, зритель может сказать, а как же интернет, там же полная свобода. Ну, во-первых, на Западе точно так же блокируют сайты и мессенджеры, как и в любой другой стране. Во-вторых, ради интереса зайдите в Ютуб и введите там слово «Путин» или «Война на Украине». Вам будут предлагать только украинские источники и ни одного российского. Свобода выбора у вас есть, но выбрать можно только из того, что предложат хозяева. Приоритетная цель для них — это Россия и все, что связано с СВО. Русскоязычная аудитория СНГ должна во всех источниках читать про слабость российской армии, что Путину ни о чем не докладывают, а он ничего не знает и не понимает. Что касается Беларуси, то о нашем участии в СВО говорят как о факте. Называют «соагрессором» и любую новость отсюда привязывают к военной операции. Ну, из последнего. Поляки дают сюжет о вторых играх стран СНГ. А в комментарии добавляют, что Беларусь несет не меньше ответственность за гибель невинных украинцев, чем Россия. Ну, типа, это важная спортивная информация. Но такое можно рассказывать своим. А вот в Китае, Азии, Африке, Латинской Америке западный фильтр не действует. Там есть доступ к российским и белорусским государственным СМИ. И в случае громких событий, связанных с нами, они получают официальную точку зрения. Нам не надо, чтобы нас хвалили. Просто покажите наши слова без искажений. А тем временем европейские СМИ, которые так гордятся свободой слова, этого делать не дают. Западники считают, что, изолируя людей от информации, они победят Россию. Но в итоге у них получается абсолютно шизофреничная картина мира, когда реальные причины СВО они не объясняют, фильтр их не пропускает. Зато на полном серьезе рассказывают, что в СВО воюют 50 тысяч геев за однополые браки. Нам это смешно, но, по сути, это демонстрация силы. Они показывают, что могут скормить своей аудитории что угодно. И завтра такой же безумный повод придумают для Беларуси. Ну, вот такие СМИ они заслужили. А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательная политология». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова